Добрый вечер у микрофона Федор Самородов и сегодня мы начинаем очередную серию наших вебинаров которая будет посвящена геометрическим индексом или пространственным индексом или векторным индексом в общем индексом которые ускоряют операции над векторными объектами естественно речь пойдет про SQL Server и естественно как обычно мы в одну часть не уложимся придется сделать целую серию вебинаров про эти индексы поэтому сегодня мы только обсудим теоретические основы как устроены эти индексы посмотрим на них всякие сложные вопросы оптимизация векторных индексов и их правильное использование разные стратегии индексирования это мы обсудим в следующих частях ориентировочно этих частей должно получиться три сегодня мы предполагаем что мы впервые сталкиваемся с индексированием векторных объектов и никаких в общем-то предварительных знаний для понимания сегодняшнего материала не требуется ну кроме разве что одного вы должны представлять что SQL Server вот с этими геометрическими векторными объектами умеет работать но на самом деле даже это не обязательно давайте поподробнее представлюсь я работаю преподавателем в учебном центре специалист и с большинством из вас мы наверное уже очно или заочно на других вебинарах встречались в специалисте я читаю все курсы посвященные SQL Server а также кое-что еще по другим с УБД по разработке и по некоторым аспектам администрирования как обычно я должен выполнить ритуальный заход на наш сайт чтобы прорекламировать наши курсы сейчас мы это сделаем разумеется специалист проводят вот эти бесплатные вебинары для того чтобы вы могли оценить качество нашего обучения посмотреть как здорово у нас учиться и конечно же записаться на один из наших курсов сегодняшняя тема лучше всего коррелирует с курсом по разработке баз данных SQL Server вот на нашем сайте описание этого курса пятидневный курс для разработчиков тут можно посмотреть программу расписание ну впрочем вы знаете помимо всего прочего помимо обычных индексов и других интересных тем мы на этом курсе поговорим про векторные объекты последний модуль 14 пространственные данные вот здесь мы немножко о них поговорим и если вы на этот курс запишетесь и у вас будет желание узнать о этой теме поподробнее то конечно мы в нее можем углубиться браузер не закрываем мы на эту страничку еще вернемся в конце нашего вебинара как обычно также хочу вам напомнить что у вас есть интерфейс для задания вопросов если по ходу вебинара у вас возникнут какие-то замечания или вопросы немедленно пишите у меня тут же замигает кнопочка и я увижу ваше сообщение ну а если вы заходите со мной пообщаться уже после проведения вебинара или вы смотрите его в записи то пишите мне на электро адрес который видите на экране и ищите меня добавляйте в друзья во всех сетях я там под настоящим именем зарегистрирован и вы меня легко можете добавить так ну все ритуал завершен давайте ближе к делу мы будем говорить о работе с векторными данными и ход мыслей своих я буду иллюстрировать сиквел север как и многие другие современные субд умеет работать с векторными объектами и с плоскими и с объектами на земной поверхности и картографическая информация тоже нормально обрабатывается в общем все что нужно для создания навигационных приложений отчетов с использованием карт с использованием геолокации и все такое прочее в общем большая интересная тема вы можете представить себе приложение типа карт бинга или google s вот все это использует географические данные и объем этих данных весьма большой обрабатывать их хочется побыстрее желательно в реальном времени или близком к этому как мы знаем чтобы обрабатывать большой объем данных быстро надо обязательно заботиться оптимизацией обычно мы строим индексы и в данном случае индексы нам тоже помогут но обычные индексы не годятся для работы с векторными объектами обычные индексы мы можем использовать для ускорения работы со строками таблиц которые содержат числа текст даты в общем что то такое что можно отсортировать ну например если я работаю с строковой информации то я могу отсортировать мои строки по алфавиту и таким образом используя алфавитный указатель смогу быстрее находить нужную статью в энциклопедии вот примерно так работают обычные индексы но с географическими объектами так сходу сделать не получится ну представьте что у вас карта на которой города или континенты или какие-то просто точки отмечены как их упорядочить и их нужно ведь не просто суметь отсортировать осмысленным образом а нужно сделать это так чтобы такой вот индексный алфавитный указатель помогал нам ускорять операции над этими географическими объектами а эти операции гораздо более сложные чем те с которыми мы работаем традиционно в языке sql обычно в языке sql индексы нам помогают делать поиск нужных строк чтобы их отфильтровать или сгруппировать но ключевой момент это поиск то есть я знаю что я ищу я ищу например слово специалист и если у меня есть алфавитный указатель я смогу это сделать гораздо быстрее я не буду листать всю энциклопедию страницу страницу за страницей я загляну в алфавитный указатель там быстренько найду вот сортированные списки слова специалист и перейду на страницу с нужным номером все поиск закончен с векторными объектами мы делаем операции более сложные мы их строго говоря не ищем мы их можем скажем накладывать друг на друга сочетать пересекать можем вычислять расстояние между ними можем вычислять скажем площадь или какие-то сложные наложения агрегации делать между этими фигурами ну например мне известен маршрут самолета и я могу его нарисовать на карте я знаю вот такие точки по которым он проходит и у меня стоит задача определить города или страны над которыми самолет пролетает а страны и города заданы в виде каких-то векторных объектов которые могут находиться на пересечении моей траектории или где-то далеко от нее вот такая операция как мне найти быстро те страны над которыми проходит мой маршрут стран у нас или географических объектов может быть очень много тысячи сотни миллионы строк сама траектория может быть очень сложной и так сразу с ходу к этой задаче непонятно даже как подступиться не говоря уже о том что сделать это быстро давайте обсудим различные способы как можно эту операцию выполнить для начала давайте упростим ее до предельного случая когда я хочу просто проверить факт перечисления факт пересечения фигур вот допустим у меня имеется две фигуры заданные своими точками вот так заданные своими углами и мне надо определить пересекаются они или нет если я просто перечислю вам координаты вершин то вы скорее всего в уме это быстро сделать не сможете но вероятно рассуждать вы будете примерно так если вы увидите что разница в координатах точек этих фигур очень большая ну например у одной фигуры все координаты лежат в отрицательной области у другой фигуры все координаты лежат в положительной области то даже можно и не думать не применять никакие математические методы и так будет понятно что они не пересекаются а вот если их координаты как-то перемешаны находятся близко друг другу да и сами фигуры сложной формы то так сходу в уме вы этого сделать не сможете вам придется нарисовать на бумажке каждую фигуру и аккуратненько посмотреть пересекаются они или нет ну разве что вы сможете себе упростить немножко задачу если фигуры будут очень простые например два круга у которых вы знаете радиус и координаты центра тогда вы можете написать формулу по которой сразу поймете пересекаются они или нет но в реальных применениях страны континенты и все прочее имеют замысловатую форму и никакие такие вот простые формулы вам не помогут аналогичный подход как человек решает эту задачу аналогичный подход применяется и в SQL Server если вы попросите SQL Server проверить факт пересечения этих двух фигур он будет выполнять эту проверку в два шага в два этапа на первом шаге SQL Server делает грубую оценку просто смотрит имеет ли смысл какие-то применять математические методы имеет смысл вообще проверять подробно пересекаются эти фигуры или нет может быть они лежат в разных полушариях то тогда Server сразу сможет быстро дать вам ответ что пересечения нет в общем случае первый шаг можно определить как грубую фильтрацию представьте что у вас в таблице есть столбец который содержит большое ну очень большое сотни тысяч миллионы географических объектов на земном шаре и плюс у вас имеется еще один географический объект траектория полета самолета и надо проверить над какими странами самолет пролетает на первом шаге SQL Server сделает грубую оценку с целью исключить из рассмотрения как можно больше строк в вашей таблице как можно больше стран которые совершенно точно по очевидным причинам никак не может пересекать самолет например самолет летит из Австралии в Австралию сразу можно остальные континенты все отбросить грубая оценка после этого желательно чтобы у нас осталось как можно меньше строк потому что второй шаг уже заключается в непосредственной проверке с каждой из этих строк факта пересечения вот эта вторая фаза она очень ресурсоемкая и очень долгая здесь SQL Server действительно начинает аккуратно прикладывать фигуры эти друг к другу и смотреть есть пересечения или нет пересечения я кстати использую в качестве примера проверку пересечения просто потому что это простая для человека операция а вообще то индексы ускоряют не только пересечения но мы дальше это увидим успех всего этого предприятия главным образом заключается в том насколько эффективно вы сможете или сервер сможет провести первую фазу так отметим сначала грубая фильтрация отбрасываем те страны которые ну совершенно точно никак не пересекают вот этот шаг очень важен и именно его мы будем пытаться ускорить ну а потом будем рассчитывать что у нас осталось совсем немножко кандидатов на проверку пересечения и к ним мы уже применим алгоритм точной проверки вот примерно так и человек рассуждает когда проверяет пересечение траектории с странами смотря на глобус или на карту как сделать вот такую оценку грубую тут опять же можно попытаться имитировать наше человеческое мышление попробуем сделать это так давайте представим карту страны с которыми мы будем работать они как-то вот по этой карте разбросаны и имеется фигура скажем вот коридор движения самолета с которым нужно проверить пересечение некоторые страны пересекаются представьте себе такой алгоритм карта у нас обычно разделена линиями по меридианам и параллелям а еще можно эту карту если она бумажная ее можно складывать и таким образом абстрагироваться от окраин от остальных частей которые находятся далеко от самолета от траектории полета самолета вот если бы я на бумажке эту карту разложил то я наверное попытался бы окинуть взглядом примерно такой квадрат и уже внутри него аккуратненько посмотрел бы какие там страны затрагивает моя фигура но мне так хорошо я могу сразу взглядом всю карту окинуть а сиквел север так сделать не может он ведь этой карты не видит координаты фигур и все эти фигуры имеют какую-то сложную форму давайте попробуем с каждой фигурой сопоставить ее грубое описание которое с одной стороны будет сразу характеризовать пятно которое эта фигура потенциально может занять на карте и с другой стороны это описание будет иметь цифровой вид который можно отсортировать сравнить и тому подобное представим на нашей карте одну страну вот какие-то такие она имеет контуры и давайте теперь мысленно разобьем нашу карту ну как бы на меридианы и параллели так А теперь представьте, что эту карту вам нужно Отобразить на маленьком-маленьком экранчике мобильного телефона С маленьким разрешением Или показать в виде такой маленькой пикселизованной иконки И вы можете целые пикселы засвечивать или не засвечивать Как вы будете действовать? Вы можете сказать, что вот этот вот пиксел, вот этот квадрат Он целиком лежит внутри этой страны Его подкрасим Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот и вот этот Они частично захвачены этой страной А еще возможен третий случай Квадратик, на который я разбил карту Он может этой страны касаться Вот так вот Таким образом мы получим примерный ареал этой страны И сразу остальные квадратики, которые я не закрасил Остальные квадратики мы можем из рассмотрения сразу исключить Так, ничего не забыл Вот так вот Вот теперь точно То есть если эту страну, эту фигуру оцифровать И квадратики у меня будут пронумерованы То я могу через запятую просто перечислить номера этих квадратиков Которые эта страна либо занимает полностью Либо частично, либо она их касается Вот здесь вот в углу Собственно так делает и SQL Server И большинство других систем Которые работают с пространственными данными Для простоты мы квадратики пронумеруем Вот так вот По горизонтали Ну и так далее И теперь в цифровом виде Эту фигуру можно записать так Так, это будет 18-й, 24-й, 23-й, 22-й Значит, квадрат 22 занимается этой фигурой полностью Квадраты 8, 9, 10, ну и так далее Занимаются этой фигурой частично А квадрат номер 18 этой фигуры касается Полностью, частично касается Вот это уже цифровая информация Которую можно удобно хранить И, что важно, ее можно удобно сортировать И сравнивать с другими фигурами Если мне захочется проверить Факт пересечения этой фигуры Вот, скажем, с такой фигурой Я возьму цифровое представление моей фигуры Сверху И возьму цифровое представление Вот этой фигуры Оно будет выглядеть примерно так Частично занимается квадрат номер 19 Какие тут можно сделать выводы? Я увижу, что число 19 Квадрат номер 19 В первой фигуре вообще никак не фигурирует То есть она к нему никак не относится Никакого отношения не имеет Ну, наверное, можно предположить Что и пересечения тоже быть не может Значит, эту фигуру можно вообще не рассматривать И вторую фазу, детальную проверку Можно вообще не выполнять Может так получиться, что фигура выглядит вот так Она частично занимает В этом случае Давайте я другим цветом нарисую Она в этом случае частично занимает Квадрат номер 22 Я смотрю в цифровое описание своей первой фигуры И вижу, что 22 квадрат покрывается этой фигурой полностью Это тоже хороший признак Потому что вторую фазу можно опять же не проводить Можно сразу дать положительный ответ Эти фигуры точно совершенно пересекаются Еще случай Фигура расположена, к примеру, вот так Она полностью занимает 18 квадрат Фигура, с которой я сравниваю, занимает полностью 18 квадрат А мы этого 18 квадрата касаемся Значит, опять же, пересечение есть И можно вторую фазу подробную не проводить Сразу можно дать отверстие, пересечение есть Ну, а если у нас случай более сложный Вот такой Например, имею дело вот с таким вот ромбиком Расположенным в 17 квадрате Его описание будет в цифровом виде Выглядеть так Он частично захватывает квадрат номер 17 И этот же квадрат номер 17 Где-то вот здесь частично захватывает и моя фигура Вот тут никаких выводов сразу сделать нельзя Кроме одного Требуется более подробная проверка Требуется теперь поподробнее Либо этот квадрат смотреть Либо как-то по точкам его сравнить Либо что-то еще В общем, надо разбираться Может быть, пересекаются Может быть, не пересекаются Вот эта картинка отображает Самую такую основную концепцию пространственных индексов Самую ее базовую идею Кстати, забыл напомнить Если у вас будут возникать какие-то вопросы Или что-то по ходу дела будет непонятно Вы не откладывайте до конца вебинара Вы сразу можете писать вопросы Я буду мониторить и отвечать Итак, у нас остался один кандидат Вот эта вот фигурка Которая непонятно пересекается с нашей или нет Что делать дальше? В реальной ситуации Таких кандидатов останется, скорее всего, очень много Ну, допустим, были миллионы Остались тысячи Все равно тысячи фигур Между собой складывать не хочется Это будет долго Давайте мы попробуем еще раз провести Тоже грубую Но все-таки не такую грубую фильтрацию Давайте мы вот этот 17-й квадрат Рассмотрим поподробнее немножко Мы этот квадрат номер 17 Увеличим Берем карту с большим масштабом Так, вот эти фигуры У нас как-то будут выглядеть Как-то вот так, да? Одна фигура И вторая фигура Давайте этот квадрат увеличим Вот я его увеличил И к нему итерационно применим точно такой же алгоритм То есть я его опять разбиваю на более мелкие квадратики Эти квадратики опять нумерую Самым простым способом просто числа Вот так далее И по каждому микроквадратику принимаю решение Первая и вторая фигуры занимают его полностью, частично Или что там такое происходит Но после такой проверки Очевидно, я себе задачу еще упрощу Я пойму, что мне требуется рассмотреть Мне требуется рассмотреть более подробно Вот этот квадрат Вот этот квадрат Вот этот квадрат И все А остальные 13 квадратов меня не интересуют Ну и дальше итерационно Этот квадратик разбиваем еще на более мелкие И так далее, и так далее Вот этот вот Снова потом увеличим Как-то будет выглядеть вот так вот И тут где-то торчит Небольшой кусочек второй фигуры Ну и далее, далее, далее Вот это разбиение на квадраты И описание отношения фигуры к каждому квадрату Нужно проделывать, конечно же, не в момент сравнения этих двух фигур А заранее Когда вы фигуру только создаете И записываете ее, сохраняете ее в таблицу Вот в этот момент SQL Server должен эту фигуру сам проанализировать Порезать сеточкой на квадратики Потом на микроквадратики И перечислить через запятую номера всех-всех квадратиков Которые эта фигура занимает Вот это и есть пространственный индекс В самом таком простом понимании То есть можно сказать, что индекс Для моей вот этой зелененькой фигуры Он будет выглядеть Примерно так Я беру номер большого квадрата К которому имеет отношение моя фигура Частично пересекает Восьмой квадрат А в восьмом квадрате частично пересекается Десятый Четырнадцатый и седьмой, например Седьмой, шестой, третий, четвертый В восьмом квадрате Четырнадцатый А в четырнадцатом квадрате Третий И так далее Вы можете нумеровать большие квадраты Если вас устраивает Такой низкий уровень абстракции Один уровень Вы можете просто Как я на предыдущем рисунке Показал Вот в таком вот виде Оформить ваш индекс То есть перечислить просто большие квадраты Которые пересекает ваша фигура Но Тогда У вас после грубой оценки Останется много кандидатов на сравнение Поэтому лучше после каждой циферки Поставить точечку И перечислить через запятую Номера микроквадратиков А Их тоже детализировать Еще и еще Ну и количество уровней Думайте сколько вам нужно Может быть Четыре Может восемь Это уже вопрос дискуссионный Таким образом Когда вы все вот эти вот номера Перечислите Вот так вот Восемь Четырнадцать Пять Шесть Ну и так далее Вот эти трехзначные номера Микроквадратиков Это и будет Ваш пространственный индекс Со степенью детализации Три Такой трехуровневый Или можете ограничиться Одним первым уровнем Тогда Этих чисел Будет поменьше Но и Отбор будет более грубый Вот так устроен Пространственный индекс В теории На практике Естественно Сразу Видно что есть О чем подумать Индексы Это очень сложный Непростой вопрос В базах данных И когда мы Обычную Табличную базу данных Строим С обычными данными Вопрос индексирования Занимает у разработчика Много времени Потому что Нельзя просто взять И проиндексировать Все подряд Все подряд По всем столбцам Некоторые запросы Будут работать быстро Но и Затраты на обслуживание Индекса тоже будут тяжелые Так и в нашем случае Неразумно будет Каждую фигуру Предельно детализировать До маленьких Микроквадратиков И все их перечислять Это нехорошо Потому что Тогда Размер Индекса Для каждой фигуры Будет довольно большим И Чтобы Скажем Страну Россия На карте Представить В виде Такой Проиндексированной Схемы Вам придется Через запятую Перечислить Очень-очень много Таких Цифр Такой индекс Будет занимать Много места При хранении И потом Не забывайте Что когда SQL Server Будет Производить Грубое сравнение Фигур Между собой Грубую оценку Он будет вынужден Как бы делать Join Этих списков То есть Он должен Сравнить Все квадратики Которые Пересекает Одна фигура Со всеми Квадратиками Которые Пересекает Другая фигура И посмотреть Нет ли там Пересечений Нет ли там Совпадений Желательно Чтобы эти списки Были покороче Тогда Вот это грубое сравнение Будет проходить Побыстрее Поэтому Просто так Детализацию Мы не увеличиваем При разумном подходе К индексированию Векторных данных Мы должны Стараться Длину вот этого Списка сократить Чтобы он был Как можно Короче Здесь есть Несколько Стратегий Несколько вариантов Как можно поступить Ну Во-первых Можно уменьшить Количество Вот этих уровней детализации Не докапываться До третьего уровня А ограничиться Одним или двумя Во-вторых Можно подумать Насколько Квадратиков Мы будем резать Карту на каждом уровне Можно вот на 16 Порезать Как я сделал На втором-третьем уровне Можно побольше Их выбрать Тогда детализация Будет повыше Но индекс Будет больше Это способы Очевидные Есть Способ Более продвинутый Который И применяется В современных Базовых данных Он заключается В Следующем Мы Детализируем Не все Квадраты К которым Имеет отношение Фигура А только Те квадраты По которым Проходит граница Ну представьте Россию Большая территория И понятно Что внутрь попадет Точно большое количество Больших квадратиков На первом уровне Детализации Нет смысла Их все детализировать И До второго-третьего уровня Давайте будем детализировать Только Те квадратики Где проходит граница Сейчас я еще раз Скопирую В новое окошко И дорисую Эту идею Давайте Мы поступим Так Значит Квадратики Которые Никак вообще Не занимаются Я сотру Они точно В индекс Не войдут И их детализировать Дальше Вообще Смысла не имеет Вот это вот Это вот Это мы все выкинем Оставим Вот это вот Сейчас сразу выкинем Это вот выкинем Вот это И вот это вот И еще вот это Вот Если бы я ограничился Одним уровнем детализации То мой пространственный индекс Представлял бы список номеров Вот этих вот квадратиков Дальше Я буду детализировать Те из них По которым у меня Проходит граница И аналогичное решение Дальнейшей детализации Буду принимать На каждом следующем шаге Ну например Например Вот этот квадратик Хорошо подходит Я его порежу И дальше опять Сотру Те квадратики Которые Вообще Никак К фигуре К моей Не относится Вот так вот У каждого из этих Оставшихся маленьких квадратиков Будут уже двузначные номера Разделенные условной точечкой И каждый из них Тоже на следующем шаге итерации Мне придется порезать Ну дальше Я уже подробно Не смогу нарисовать Мой алгоритм Должен привести Примерно Вот к такой картине Вот как-то так То есть Чем ближе мы Подходим к границе Тем меньше Квадратики И тем длиннее У них номера В результате Пространственный индекс Этой страны Этой фигуры Будет представлять Такую структуру Три списка Список состоящий Из трех секций Полностью Входящие В эту фигуру Квадратики Причем тут В перемешку Будут идти И короткие номера Для больших квадратиков И маленькие номера Дальше Аналогичная детализация Для частичного пересечения И касания Вот это и есть Пространственный индекс В современном представлении Что тут еще Можно оптимизировать Ну может быть Эта ситуация Нас устроит Но скорее всего При таком подходе Все равно Могут получиться Весьма длинные списки Если мы работаем Со сложными объектами Их много Захочется Еще их уменьшить Чтобы побыстрее Производилось сравнение Ну можно В какой-то момент Детализацию остановить Например Если вы видите Что получается При погружении На третий Четвертый уровень Совершенно немеренное количество Этих самых квадратиков Допустим Поверхность побережья Прибрежная линия Как у Норвегии Вся изрезанная И напоминает Какой-то фрактал Тогда вы можете Этот процесс детализации Волевым усилием Прекратить И сказать Например Не больше 100 квадратиков На фигуру Не больше 300 квадратиков На фигуру От меньшей детализации К большей И когда число 100 исчерпано Уже все Дальше эти списки Не удлинять Смириться с тем Что придется Все-таки Выполнить второй шаг Подробную проверку Для чуть большего Количества фигур Но зато Первый шаг Пройдет быстрее Так Вот такие дела Давайте двигаться дальше SQL Server Поддерживает Два пространственных типа Геометрия И география Геометрия Это фигуры На плоскости И система Координат Декартовая Прямоугольная То есть X, Y Это примерно то Что я сейчас нарисовал И тип География Это фигуры На земном шаре То есть Карта Реальная На земной поверхности Фигуры Уже Не плоские Они Получаются Выпуклые Они же на поверхности Сферы расположены И система Координат Меняется Она теперь Представляет собой Широту И долготу С плоскими Фигурами Происходит Все Так Как я Описал А Как быть С реальными Странами На глобусе Его же На квадраты Не поделишь Его можно Попытаться Как-то там На треугольнике Поделить Как в компьютерных Играх Делают Но на квадраты Он не порежется Потому что Система координат Это сделать Не позволит Ну здесь Микрософт И не только Микрософт Решил Не усложнять Ничего И так Мы Проделали Немаленькую работу Чтобы получить Цифровое представление Индекса Нашей фигуры Сделали Следующее Допущение Давайте Мы Наш Земной шар Очень-очень-очень Грубо Спроецируем На плоскость Не так Реалистично Как это делается На картах А прямо Совсем грубо Чтобы только Можно было Оцифровать Сейчас попробую Я это изобразить Вот это Земной шар Допустим И Как-то вот так Наверное Экватор проходит Тут у нас Северный полюс И От него Расходится Как-то так Как-то так Меридианы И Как-то так Параллели Мы спроецируем Его на плоскость Следующим образом Во-первых Давайте Рассечем Мысленно земной шар По экватору Плоскостью Проходящей Через экватор Мы его Посечем А дальше Отдельно Спроецируем На плоскость Северное и Южное полушария И сделаем это так Плоскость проекции У нас будет Представлять собой Многогранную Пирамиду Симметричную Если я мысленно Из центра земли Проведу Земную ось На север И где-то Тут у меня будет Вершинка пирамиды Давайте Пониже сделаю Вот тут Вот такая Шикарная Пирамида У меня Четырехгранная Все Вот это и будет У меня Плоскость проекции Лампочку Зажигаем В центре земли И Страны Проецируются На грани Моей пирамиды Все Каждая грань Это уже Плоскость И К каждой грани Мы можем применить Такое же разбиение На квадратики И на более мелкие квадратики Их точно так же Мы нумеруем Ну и вот эти грани С полушариями Тоже как-нибудь Пронумеруем Ну например Начиная с северного По часовой стрелке И потом южная Так же Все И пространственный индекс Будет Такой же Единственное Пожалуй Принципиальное Отличие Между Пространственным индексом Для сферы И пространственным индексом Для декартовой плоскости Заключается в том Что Границы Земной поверхности Они фиксированные И заранее известны То есть Вы знаете Сколько у вас меридианов И сколько параллелей Сколько градусов Какой диапазон Значений Может принимать Широта и долгота Например У вас не может быть Широты Тысяча Вы точно знаете Эти диапазоны А если вы работаете С Плоской фигурой То Диапазоны Вы вообще-то Не знаете Это у меня Не странные А просто Какие-то Абстрактные фигуры Которые мне Зачем-то Понадобились И Большинство Вот этих фигурок У меня Лежит В диапазоне Скажем Х От Минус 10 До Плюс 10 Ну и Игрек тоже В каких-то диапазонах Большинство фигур Вот здесь вот у меня Помещаются А Потом вдруг Возникает Одна фигура С координатой Х Плюс 100 То есть Она где-то Очень-очень далеко Расположена Прежде чем у меня заработает Мой замечательный Пространственный индекс Мне нужно Разбить Всю карту Плоскую На квадратике И для этого Надо Определиться с границами А то иначе Как я их буду Нумеровать Первый квадрат У меня будет иметь Какие координаты Х Вот тут вот Минус 10 А тут допустим Минус 9 А что если появится Минус 11 Она получится В квадрате У которого нет номера Даже вообще за пределами Моей карточки То есть нужно принять Принципиальное решение В какой области У нас точно поместятся Все наши фигуры И что произойдет Если вдруг Понадобится фигура За пределами этой области Надо как-то установить Границы Это интересная задача И о ней придется подумать Разработчику Когда он соберется Свои пространственные данные Индексировать А в случае с Географическими данными Об этом даже думать не надо Понятно что все страны Уложатся в диапазон Широт и долгод Которые у нас есть на глобусе И ничего другого Появиться не может Вот так Давайте посмотрим Наверное Как этот пространственный Индекс У нас выглядит В SQL Server Сейчас я переключусь В Management Studio И попробую воспроизвести Такой же пример О котором я говорил В теоретической части Траектория самолета И страны Над которыми он пролетает Вот такую простую операцию Попробую на ваших глазах Выполнить Как обычно У меня никаких готовых Скриптов нету Я буду все делать С самого нуля На ваших глазах Начинаем Сначала Мне наверное Надо создать табличку В которой Будет храниться Некоторое количество Географических объектов Ну условных стран Которые будет Или не будет Пересекать Моя траектория Создам табличку В самом простом виде В самом простом варианте Как только я могу придумать Ну назовем ее Страны И там будет Только два поля Самый необходимый Минимум Там будет Скажем Номер страны Целое число И сделаю сразу его Автоинкрементом Номер страны И ее контуры Поле будет Называться Карта Для упрощения Пусть это все будет На плоскости Все Табличка готова Теперь Эту табличку Надо наполнить Тестовыми Странами Так Ну Попробуем Контуры страны Это Такой Многоугольник Может быть Неправильные формы С дырками И так далее Полигон Как обычно Мы фигуру В SQL Server Задаем Координатами ее Вершин Углов Последовательным Обходом По периметру И последняя Координата Должна совпадать С первой Я что-нибудь Очень-очень простое Придумаю Например Треугольник Первая вершина Вторая вершина Третья вершина И он должен быть Замкнутый Поэтому Последняя вершина Совпадает С первой Так Ну и еще Давайте Парочку Треугольничков Сюда Добавим Ну Для интереса Каких-нибудь Разных Вот так Например И вот так Добавляю А Вот здесь Вот я А А Готово Сначала я посмотрю Быстренько Что получилось Если результат запроса Содержит пространственные данные То менеджмент студия Показывает в них Ага Вот они Мои треугольнички Сейчас эта табличка Никак вообще Не проиндексирована Ни классических индексов Нет Ни пространственных индексов Я не создавал Однако Чтобы Видеть разницу Между Индексированным Вариантом И неиндексированным Мне наверное Надо побольше Фигур Сюда набросать Это 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 Какого-то Принципиального Значения Не имеет Просто Нужно Чтобы Сервер Напрягся Я сделаю так Возьму Все эти Три фигуры И еще раз Их Добавлю Теперь шесть строк Теперь двенадцать Ну и еще несколько раз Подобавляю Ну вот так Три тысячи строк Десяток тысяч Примерно Годится Так Посмотрим Что получилось Треугольнички Должны остаться Те же самые Просто теперь Их стало Очень много Хорошо И еще Мне нужна Траектория Которая Будет Или не будет Эти Треугольнички Пересекать Давайте Придумаем Траекторию Я не буду Записывать В таблицу Я для нее Просто Переменную Создам Это тоже Геометрическая Фигура И Она Представляет Собой Наверное Ломаную Линию То есть В геометрических Терминах Это Лайнер Стринг Тут уже Скобочки Одинарные Траектория Начинается У меня В точке 0 0 Продолжается В точке 3 2 Потом Уходит На север И Потом Поворачивает К примеру На восток Вот так Посмотрим Как она выглядит Вот как-то так Ну и Наверное Некоторые Фигуры Она Из моих Трех Треугольников Она Может Пересечь Да Должна Пересекать Проверим Это Запрос Который Выбирает Страны Над которыми Пролетает Наш Самолет Выглядит Вот так Я говорю Северу Покажи мне Пожалуйста Страны Но Не все А Некоторые Покажи мне Те страны В которых Карта Страны Пересекается Пересекается Это Что значит Значит Метод НСТ Интерсекс С моей Траекторией Дает Единичку Вот моя Траектория Так Вроде Все правильно Ну Проверим Запускаем Вот Север Думает 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 Четыре Тысячи Строк Получилось Четыре Тысячи Из Двенадцати То есть Один Из Трех Треугольничков Пересекся Ну Да Действительно Так Оно И Ожидалось Запрос Выполнился Но Никаких Индексов Сейчас Не Применялось У меня Индексов Нету И Давайте Посмотрим На План Запроса Еще раз Его Выполню Посмотрим На План Ну Вот План Выполнение Предельно Простой Поднимаем Таблицу С диска И Потом Применяем Некий Фильтр Вот И В предикате Этого Фильтра Видим СТ Интерсекс Судя По Тому Что Я вижу На План Запроса Действительно Индексов Никаких Не Было Применено Теперь Я Попробую Построить Какие Нибудь Индексы И посмотрю Что Изменится Этот План Запроса Я Оставлю Для Истории Чтобы С ним Можно Было Потом Сравнить Скопирую Свой Селект Еще раз И Пойду В конструктор Таблицы Создавать Индексы Так Вот Моя Табличка Индексов Сейчас Никаких Нету Захожу В ее Конструктор Для Того Чтобы Построить Пространственный Индекс По Какому Столбцу Надо Чтобы У нас Уже Был Обычный Уникальный Индекс Это Важно Это Нужно Не для Ускорения Пространственных Операций А для Того Чтобы Сервер Мог Связать Строку С Пространственным Индексом Для фигуры Который Там Который Там Будет Храниться Ну В моем Случае Решение Очевидно Давайте Я Объявлю Первичным Ключом Номер Страны И Вероятно Для нее Сразу Создастся Кластерный Индекс И он Будет Уникальным Посмотрим Да Вот он Хорошо Пространственных Индексов Пока По-прежнему Нет Посмотрим Что с Планом Запроса Я еще раз Запрос Выполню И посмотрю Принципиально Ничего Не изменилось По-прежнему 99% Стоимости Запроса Это Фильтрация Единственное Что Теперь У меня Сканируется Не куча А Кластерный Индекс Но Эта Ситуация Нам Неинтересна Интересно Начинается Создание Пространственного Индекса Пространственный Индекс Можно Создать В конструкторе Таблица Можно Создать Его Из Ветки С Индексами Прямо Отсюда Если Я конструктор Закрою То У меня Активируется Меню Создать Индекс И там Будет Пространственный Индекс Если Вы Создаете Пространственный Индекс Из Конструктора То Обратите Внимание Он Создается При Нажатии Вот Этой Кнопочки Управления Пространственными Индексами Но Нажимать Ее Надо Когда Курсор У вас Стоит На Столбце Содержащем Геометрические Или Географические Данные Вот Тогда При Нажать На Эту Кнопочку Вы Сможете Индекс Создать Если Вы На Нее Нажмете А Курсор У вас Стоит На Каком То Другом Столбце На Обычном Размерном Столбце То Видите У вас Заблокированы Кнопочки Добавить Удалить И Ничего Тут Создать Нельзя Пространственный Индекс Таким Образом Создается Не Для Таблицы Целиком А Для Отдельных Ее Пространственных Столбцов Вот У меня Есть Пространственный Столбец Карта Ставлю На него Курсор И Перехожу К управлению Пространственными Индексами Вот Здесь Можно Их Создавать Добавляем Посмотрите Как этот Индекс Выглядит На что Нужно Обратить Внимание Ну Во-первых Схема Тесселяции Смотрите Геометрическая Географическая Во-вторых Окно Которое Будет Проиндексировано Вот От скольких До скольких Координат У нас Могут Располагаться Страны Ну Давайте Скажем До 20 От Минус 20 Так Дальше Для Каждого Из Четырех Уровней Разбиений Помните Большие Квадратики Мелкие Квадратики Сверх Мелкие И Нано Квадратики Мы Можем Выбрать Уровень Детализации Насколько Плотную Сетку Нужно Накладывать Я тут Оставлю Все Без Изменений По Умолчанию И Вот Еще Важный Параметр Число Ячеек На Объект Это Это Как раз Тот Способ Оптимизации Который Я упоминал Максимальная Длина Цепочки Про Все Вот Эти Вещи Мы Подробнее Поговорим В следующих Сериях Еще раз К этому Вернемся И По всем Параметрам Подробно Разберемся Как их Правильно Выбирать И На Каких Задачах Какие Полезны Использовать Стратегии Индексирования Так Ну В общем Все Закрыть Сохранить Сейчас Создается Индекс Посмотрим Да Вот он Индекс Создался Пространственный Вижу Его Списки Индексов Хорошо И Попробую Снова Выполнить Мой Запрос И Буду Смотреть На План Выполнения Чисто Визуально Вроде бы Быстрее Сработало Но Так На глазок Точно Я могу Сказать Только Когда Посмотрю Статистику Или Когда Посмотрю План Выполнения Во План Выполнения Поменялся Радикально Давайте Еще раз Посмотрим Вот Что Было Смотрите Сканирование 1% Стоимости И 99% Стоимости Фильтрации А теперь План Запроса Резко Усложнился Тут Добавилась Куча Каких-то Непонятных Операций Но Обратить Внимание Нужно Вот на Что Вот Это Операция Кластер Индекс Сик Сик Но В скобочках Видите Спатиал То есть Вот это Вот Как раз И есть Работа С Нашим Пространственным Индексом Вот Этот Пространственный Индекс Действительно Мне Пригодился Ну Раз Север Его Использует В плане Запроса Наверное Он считает Что Таким Образом Работа Ускоряется Давайте Посмотрим Действительно Ускоряется Или Нет Или Показалось Посмотрю Общую Стоимость Запроса Без Индекса Была Стоимость Запроса 12 12,5 Примерно А Стала Стала 1,2 Ну В 10 Раз Стоимость Запроса Уменьшилась И Это Учитывая То Что Пример Такой Простой С Треугольничками А В реальной Задаче Конечно Было бы Ускорение Гораздо Более Радикальное Не на Один Порядок А На Несколько Порядков Ну Как видите Пространственные Индексы Действительно Работают И Могут Быть Полезны Мы Сейчас Знаем Как Они Устроены Ну Теоретически По крайней Мере Знаем Как Они Устроены Дальше В следующих Сериях Будем Разбираться Что С Этим Теоретическим Знанием Делать Напоминаю Что Вот такие Вещи Векторные Объекты Индексирование И все Такое Прочее Мы Изучаем На Курсах Для Разработчиков Баз Данных В нашем Учебном Центре В учебном Центре Специалист И Если Если Эта Тема Вам Понравилась Если Вы Заинтересовались Векторными Данными И Уже Сейчас Прикидываете Как бы Их Применить То Приходите К нам На Курсы Курсы По Разработке Наверное Больше всего Коррелируют С Темой Нашего Вебинара Но На нашем Сайте Вы найдете И Другие Интересные Курсы По Базам Данных В которых Тоже Рассматриваются Пространственные Данные Или Если Не хотите У нас Учиться Почему-то Ждите Следующей Серии Из Нашего Цикла Вебинаров Про Пространственные Данные Там Мы Разберемся С Практическими Задачами Индексирования Вот этих Самых Векторных Объектов Подумаем Как Выбирать Детализацию На разных Уровнях И Определимся Какие Стратегии Нужно Исповедовать В тех Или иных Практических Задачах Ну и конечно Поработаем Уже Не с Треугольничками На плоскости А с Реальными Географическими Картами И посмотрим Как там Обстоят дела Есть ли Хороший Эффект От наших Индексов Или нет Ну что ж Друзья Вот и все Что я хотел Рассказать В первой серии Если Эта тема Вас заинтересовала Или у вас Есть какие-то Идеи Пожелания Насчет Тем для Будущих Серий Вебинаров Не стесняйтесь Пишите Электрописьма Добавляйте Меня в друзья Ну и приходите К нам Учиться В учебный Центр Специалист До новых встреч До свидания Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова